Привет! Очки с камерой, которые позволяют снимать вам от 4 до 6 часов происходящего. Раньше такой гаджет был только у кинозвезд в фильмах про супергероев, а сейчас такое устройство может приобрести любой желающий. Но есть нюансы, по крайней мере я про них слышал, что вроде как эти очки запрещены к покупке, но наверное этот запрет уже не работает, так как пришли мне они без всяких проблем. Сейчас я про них вам и расскажу, а еще покажу вот такой накамерный свет для видеосъемки. Очень нужная штука. Как я без нее раньше жил-то? Хотя такой свет пригодится просто всем мужчинам, ведь съемка видео это лишь один способ применения. Но давайте по порядку. Очки с камерой. Они пригодятся абсолютно всем. Водителям, туристам, журналистам, пешеходам и велосипедистам. С этими очками вы также снимете. И ваши занятия экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, катание на лыжах, парашютный спорт и так далее. Если вас, конечно, качество видео устроит. На вид они как очки с фильма «Матрица». Выглядят они прикольно. Похожи немного на очки-лисички из 90-х. Сбоку видно, что они необычные, и их выдают большие дужки с кнопками. Так что если вы хотите снять что-то так, чтобы никто не знал, то вряд ли у вас это получится. Ну, в принципе, или вы дужки спрячете под кепку или шапку, тогда есть вариант снять все тихо. Сделаны очки из крепкого пластика. И если вы ими не будете кидаться и пользоваться будете аккуратно, то прослужат они вам долго. Очки подключаются к телефону для прослушивания музыки по Bluetooth. В комплекте даже наушники идут, но качество звучания очень плохое, тут нечего рассказывать. Музыку вы в них явно слушать не будете. Стоит рассказать вам про фото и видео. Фоткает камера так себе, вот примеры. Хотя для такой маленькой камеры, возможно, и нормально. Разрешение видео 1920 на 1080. Разрешение фотографий 2560 на 1440. Формат видео AVI. Аудио пишет в стерео. Скорость записи 30 кадров в секунду. Батарея у нас 450 мАч. Заявленное время съемки 4 часа. По факту 2 часа точно, я проверил. Заряжаются очки 45 минут через такой вот кабелек. Через него, кстати, можно и скинуть всю информацию из флешки. Но я скидываю все через адаптер, так быстрее и надежнее. Кстати, принимает камера флешки до 32 гигабайт. Я вставил на 16 гигабайт, все норм. Еще одно но. 5 минут видео занимает примерно 750 мегабайт. И пишет камера отрезками в 5 минут. То есть, флешки на 32 гигабайта вам хватит примерно от 2 до 3 часов, имейте ввиду. Включаются очки нажатием на вот эту вот кнопку. Она отвечает и за включение, и за фото, и за видео. Другими кнопками я не пользовался, не вижу в этом смысла. Значит, включается все одним длинным нажатием. Чтобы сделать фото, нужно нажать один раз после длинного нажатия. А чтобы начать запись видео, нужно зажать кнопку на 3 секунды. После этого зажигается лампочка, и вы поймете, что начала запись. Все легко и просто. При езде на велике, глаза от очков не устают. И могу сказать, что использовать их как просто очки тоже можно. А теперь давайте посмотрим мои тесты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Далее идет на камерный свет Для тех, кто снимает видео, штука очень полезная Подойдет для любой видеокамеры, любительской или профессиональной Независимо от производителя и чувствительности вашей матрицы Для съемки ночью или в помещении с низким уровнем освещения Прям очень нужная штука Нужно было раньше ее себе заказать Крепится она к камере на горячий башмак И работает от 4 батареек 2А или аккумуляторов Можно еще подключать пауэрбанк через кабель по microUSB И без батареек можно обойтись Но как по мне это не очень удобно Хотя кому как Источником света у нас являются 96 светодиодов И рассеивают они свой свет на 120 градусов Кстати, точный показатель CRI я не нашел Пишется, что больше 93 Световый поток 860 люмен Собрано все добротно с крепкого пластика Сбоку осветителя расположено колесико Для регулировки мощности от 10 до 100% Есть в наличии два светофильтра Это белый и оранжевый Крепятся они на магнитах с обеих сторон корпуса Что также является очень удобным способом крепления Температура белого светофильтра 5500 кельвинов Оранжевого 3200 кельвинов Теперь кому же еще может пригодиться такой свет Да полностью всем В машину себе кинуть например И у вас будет мощный компактный источник света Он вмещается в руку Его удобно носить с собой Он легкий Где-то что-то подсветить На рыбалке например В лесу, на охоте В гараже, в доме, да и где угодно Мощность света регулируется от слабой яркости К очень яркому свечению Вот вам пример У товарища машину ремонтировали И как раз свет был с собой Так я взял, подсветил место ремонта И прям хорошо все было видно Плюс реально большой в том Что свет рассеивается на 120 градусов И нет пучка света посередине Как у простого фонарика И свет светит что в центре Что по краям равномерно Без света Светом Без света Накамерного С светом Еще раз Без света С светом Тест накамерного Света Вот у нас так Еще раз Без света Вот уже свет падает снаружи С улицы И с светом Свет крутой Могу рекомендовать Вот у нас допустим И тут снимаем С светом Оп Выключаем Света нет Свет есть Как-то так Вот такие у нас два Интересных устройства Сегодня Что вы думаете по их поводу Пригодятся они вам Пишите в комментариях А также пишите Где бы вы Использовали очки с камерой Штука спорная конечно Но очень прикольная И необычная Может даже кому-то И реально пригодится Если бы на улице Какая-то бабка Присмотрелась бы То точно подумала Что я какой-то шпион Или Мафиозник Всем спасибо Кто ставит лайки И подписывается на канал Скоро будет еще много Много интересного Всем хорошего вечера И пока